Алло? Ольга Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вас приветствует контактный центр Сбербанка России. Меня зовут Белов Александр Викторович. Очень приятно. Здравствуйте, Александр Викторович. Вам сейчас удобно общаться? Да, что вы хотели. Касаемо... Секундочку. Связываюсь с вами касаемо вашей новой пластиковой продукции с кредитом-ремитом 100 тысяч рублей. На данный момент она готова. Вы можете забрать ее в отделение, либо же курьером. Как вам будет удобнее указать ее? Я что-то не поняла. А какая карта? Не поняла. Какая карта пластиковая продукция? По вашей заявке, вчерашний день в 14.08, то есть поступила заявка с официального нашего сайта о том, что вы хотите новую пластиковую продукцию с кредитом-ремитом 100 тысяч рублей. То есть ее кредитное дело обработало. Какая-то ошибка, я не делала никаких заявок. Так, и у нового Ольга Бориса, наверное? Верно. Алтайский край отображается. Да. Вот. Вчерашним днем поступила. Также непосредственно ключевый момент данного кредитования было предоставление паспортных данных. Ну, собственно, как обычный кредит оформляет. Какие паспортные данные? То есть вы никаких... А кому представили такое? Ваши паспортные данные в официальном сайте, то есть в электронном варианте было оформлено кредитование. То есть вы не подавали никаких заявок вчерашним в нем? Нет, ничего не вставало. Ага, я вас услышал. В таком случае по регламенту нашего банка я вынужден заблокировать ваши счета на период от 3 до 4 месяцев. Всю остальную информацию вам уже предоставит непосредственно старший специалист в отделе финансовой безопасности. Здесь и так заблокировать собрались? Вам сейчас старший специалист предоставит полную консультацию по данному поводу. Не разъединяйте связь, ожидайте. Хорошо. Ольга Борисовна, добрый день. Добрый. Меня Астаха Андрея Юрьевич зовут. Я старший специалист в отделе Сбербанка России. Ольга Борисовна, только что поступила заявка на блокировку вашего счета. Подскажите, вас по данному поводу младший специалист проконсультировал? Поняла, я не делала заявку на блокировку счетов пока. Ольга Борисовна, только что младший специалист подал заявку на блокировку ваших счетов, так как вы столкнулись с фактом неправомерных действий. Сейчас мошенники стараются на ваши паспортные данные оформить кредит, понимаете? Ну, он мне сказал это, только я... Ну, нет, вы заявку на кредит отменяйте, и все. Ну, Ольга Борисовна, каким образом мы можем отменить заявку на кредит, которая была подана через ваш личный кабинет? Соответственно, ее можно отменить только через реального отделения и банка уже? Подождите, мне ваш коллега сказал, что была заявка на кредит подана с сайта, с официального, а не через мой личный кабинет. Смотрите, у нас через сайт вы можете зайти в свой личный кабинет, соответственно. То есть у нас есть как мобильное приложение Сбербанк Онлайн, также есть мобильный кабинет через сайт. А сколько они в мой личный кабинет зашли, не поняла я. Ну, Ольга Борисовна, на данный момент имеется предназначение, что мошенники как раз таки завладели вашей персональной информацией, с помощью которой уже как раз таки не вошли в ваш личный кабинет. Ну, номер карты, да, и пароль, соответственно. Ну, какой пароль? Скажите, вы самостоятельно кому-либо данные предоставляли? Подождите, нет, я в личный кабинет захожу вообще с пальцем. Ну, как, пальцы там, а если на месте никто не... Не понимаю. Смотрите, Ольга Борисовна, в любом случае, то есть у вас есть там пароль, понимаете? Вы можете прийти как с пальцем, так по биометрии. Нет, 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 нет пароля. Подожди, подожди, я только с пальцем захожу. Вы что, какой пароль? Я понимаю, что вы заходите, как вы говорите, пальцем. Но при этом всем вы сами должны понимать, что когда палец у вас не срабатывает, соответственно, вы можете зайти через пароль, который вы самостоятельно также установили, понимаете? Нет, я ничего не устанавливал, у меня только палец. Только Борисовна. Смотрите, есть три способа входа в личный кабинет. То есть по биометрии, по контуру лица, а также по отпечатку пальца и, соответственно, по коду пароля. Именно код пароль сейчас имеет слово мошенников, которые, как раз таки, вчерашний день вошли в ваш личный кабинет через сайт нашего банка, после чего уже подали заявку на кредитование от вашего имени, понимаете? Именно таким образом это все произошло. Блокируйте тогда мне личный кабинет. Смотрите, именно личный кабинет, если мы это же заблокируем, то в этом просто-напросто не будет никакого смысла, потому что в любом случае мошенники владеют вашей информацией, могут опираться. В сегодняшнем днем нам необходимо, то есть, либо же заблокировать ваши счета, как говорил только что, младший специалист, либо сейчас подавать апелляционную заявку, в ходе которой нам необходимо выяснить, в первую очередь, как произошла утечка вашей информации, после чего уже, после чего, уже для полной локализации данной проблемы, проследовать в отделении... Ольга Борисовна, кредит уже одобрен, то есть, сегодняшней датой мы его будем отменять. Сразу информирую, что необходимо также проследовать в отделении нашего банка. У вас есть такая возможность? Да, хорошо, конечно, да. Ну, сегодня после работы я поеду, да, конечно, конечно. Вы сейчас заблокируете. Хорошо, конечно. Я обязательно поеду. Какой кошмар. Ольга Борисовна, также, пожалуйста, расскажите, вы самостоятельно кому-либо свою персональную информацию передавали, предоставляли? А что вы имеете в виду под персональную информацию? Ну, телефон свой даю, конечно. Нет, я имею в виду такую информацию, как, допустим, серия номер паспорта, ЕНН. Я когда на работу устраивалась, там им все давала, да. Там же они просят паспортные данные, там как-то договор трудовой делали, конечно. Я вас понял. Просто, Ольга Борисовна, вы меня поймите. Я сейчас пытаюсь разбираться, как именно... Это с работы мы могли так делать? Я недавно на работу устраивалась. В точности вам сказать не могу, Ольга Борисовна, вот, я же говорю, как раз-таки необходимо выяснить, каким образом могла произойти утечка. То есть, конечно, может быть, на рабочей у вас есть добросовестные сотрудники, которые как раз-таки вашей информацией воспользовались. Либо же, где-либо еще, возможно, в интернете какие-то регистрации проходили, где указывали также свою персональную информацию. есть множество различных сайтов, которые компрометируют. Давайте тогда блокируйте эту заявку. Смотрите, заявка сейчас, то есть, я ее заморозил, но я же говорю, в любом случае, чтобы для того, чтобы ее отменить, необходимо будет уже проследовать в отделении банка. Да, да. Я вижу, что у вас стоит как раз-таки в вашем личном кабинете подтверждение о своей помощи пальца, а также код-пароль. Подскажите, вы когда последний раз в отделении нашего банка были, вам не предлагали установить двуфакторную степень защиты, то есть, биометрию, простыми словами? Я не помню. Я правда не помню. Я давно была в банке. Может быть, предлагали, может нет. Не могу сейчас я что-то не могу вспомнить. Вот как раз-таки из-за того, что вы не установили данное техническое дополнение, то есть, двуфакторную степень защиты, мошенники как раз-таки с легкостью и смогли попасть в ваш личный кабинет. Понимаете? И очень странно, что у вас до сих пор двуфакторная степень защиты не установлена. И что делать будем? Вот. Ольга Борисовна. Да, да, да. Ну, в первую очередь, сейчас, так как вы столкнулись с фактом мошенских действий, нам необходимо установить вам двуфакторную степень защиты. Это делает технический отдел нашего банка через лицензированное приложение Skype. Подскажите, у вас данное приложение, возможно, есть в Skype? Skype? Ну, да, в компьютере, конечно, есть, да, договорение у компьютера. Да, вы сейчас не у компьютера. Смотрите, Ольга Борисовна, сейчас для того, чтобы установить Skype, нам нужно на ваше мобильное устройство, ой, извиняюсь, установить биометрию вашего лица, нам необходимо на ваше мобильное устройство. Установить Skype, он также будет предоставлен от банка, единоразовый банковский аккаунт, для того, чтобы с вами технический отдел связался, соответственно, он уже с вами свершится, установит вам двуфакторную степень защиты, верифицирует вас как клиента, и, скорее всего, сможем отменить таким образом данную кредитную заявку как раз-таки после верификации вас как клиента. То есть, выделение банка, возможно, даже сегодняшней даты не потребуется идти. Подскажите, эта информация понятна? Ну, Skype надо, на телефон, да, установить? Да, сейчас необходимо установить Skype на мобильное устройство, после чего, я же говорю, с вами уже по Skype услежится технический отдел нашего банка для установки двуфакторной степени защиты и верификации вас как клиента. Так сказать, у вас такая возможность в данный момент имеется? У меня такой возможности нет, я сейчас, во-первых, на встрече, и сейчас я вот за руль машины сажусь, мне надо ехать, а, во-вторых, у меня есть еще одна проблема. Дело в том, что у меня рабочая трубка вот эта, она является корпоративной, и на нее нет возможности устанавливать никакие внешние приложения, это запрещено мне. А конкретно ваше мобильное устройство, подскажите, у вас имеется? Нет, у меня вот это только одна, она на все случаи жизни. Я вас понял. Хорошо, подскажите, а вот за компьютером вы когда будете, чтобы как раз-таки была возможность с вами по Skype именно связаться? За компьютером я буду часа в три-четыре по нашему времени. Это вы в Алтайском краю живете, я правильно понимаю? В Алтайском краю, да, в нем самом, прямо в самом угле Алтайского края. Это в 12, 12.56 у вас, верно время? Сейчас, сейчас, подождите секундочку. Да, верно, верно, без пяти часов. Ага, хорошо, давайте в таком случае я укажу, что мы с вами свяжемся в 15.00, то есть я правильно понимаю, что у вас будет в вашем случае. Давайте, да, 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 заберите мне 15.00, я вам скажу, у компьютера я или нет, если нет, ну, договоримся на четыре, но я думаю, конечно же. Хорошо, все, Ольга Борисовна, в таком случае, возможно, если есть у вас такая возможность, запишите, пожалуйста, как меня зовут, меня зовут Астахов Андрей Юрьевич, я на данный момент являюсь вашим ведущим спецсвилистом от Сбербанка по локализации данной проблемы. Ну, я думаю, что я запомни, мне сейчас нечем записать, я за рулем еду уже. Хорошо, еще раз, Астахов Андрей Юрьевич, просто себе запомните, все, в таком случае, Ольга Борисовна, по вашему времени в 15.00 уже созваниваемся и, соответственно, по скайпу будем... А, да, 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 Андрей Юрьевич, у меня такой вопрос, а вы не заблокируете вот эти сейчас карты, чтобы с них ничего не списали? Смотрите, да, Ольга Борисовна, на данный момент, то есть ваши счета будут находиться в замороженном состоянии, соответственно, какую-либо транзакцию через вашу карту вы сейчас производить до полного решения проблем вы не сможете. То есть уже после того, как установить... А купить я могу водички вот мне надо в машину купить? И заправиться бы мне надо сейчас, да, по дороге, да, у меня что-то бензин на 0 евро, я сейчас смотрю. Ольга Борисовна, к сожалению, на данный момент, вы меня поймите, по рекламе Тубанка я обязан счета заблокировать. Ну, хотя бы пару тысяч астахи там разблокированными, чтобы заправиться. Ольга Борисовна, вы меня поймите, я просто-напросто не имею права, то есть уже после того, как мы вам установим фасторную степень защиты, после того, как кредитную заявку отменим, то уже сможем разблокировать. На данный же момент, я же говорю, до 15.00, то есть до того, как мы связываемся под спайпом... У меня ни налички, ничего нет, а как я заправлюсь? Я могу даже не доехать до работы сейчас. Что мне делать? Ольга Борисовна, вы меня поймите, так же действует сугубо по регламенту банка, то есть я просто-напросто не могу ваши счета сейчас не заблокировать. Понимаете? Ну, пожалуйста, хотя бы две тысячи оставьте не заблокированными. Ну, что мне делать-то? Ольга Борисовна, хорошо, подождите, пожалуйста, я сейчас информацию уточню выше стоящего руководства, возможно, они в ваше положение войдут, хорошо? Да. Оставайтесь на линии, связи не разъединяйтесь сейчас. Угу, угу. Только побыстрее, а то я уже еду, тут, может, гаисники, чтобы меня не остановили за разговоры за рулем. Алло, алло! Андрей Юрьевич! Смотрите, Ольга Борисовна, я только что уточнил у вышестоящего руководства, то есть я им указал, что как раз-таки вам нужно купить воды и заправить машину. Смотрите, вам будут отслеживать эти операции, вот, то есть если помимо этих операций произойдут еще какие-либо операции, то, возможно, они будут заморожены, но вам в любом случае необходимо будет охранять чеки, заправиться вы сможете, но в любом случае сохраняйте чек для того, чтобы, если что, банке его предоставить, потому что вы по меня поймите. Это под мою ответственность. Сейчас вам эти средства будут как раз-таки не заморожены. Все, в таком случае, Ольга Борисовна, ждем 15.00, я уже с вами связываюсь для того, чтобы полностью данную проблему локализировать, и вы в полном объеме уже могли своими средствами пользоваться. Хорошо, да, обязательно мне только перезвоните, чтобы мне понимать, что надо делать. Все, конечно. Но за это время мне ничего не спишут, за это время мне ничего не спишут. Нет, сейчас у вас ничего не спишут, все заблокировано будет, Все заблокировано будет, Да, да, да. Посмотрите, последить, пожалуйста. Все, тогда на связи, Ольга Борисовна, также я вас должен проинформировать, что вся информация, которую я вам предоставил, сейчас ведется внутрибанковское расследование, эта информация является конфиденциальной, то есть сотрудникам на работе, либо же кому-либо еще, вы эту информацию до полной локализации проблемы, в первую очередь, для вашей финансовой безопасности, не предоставляете. Это понятно, подскажите? Да, хорошо, хорошо, поняла. А мужу, мужу могу я рассказать? Ольга Борисовна? Нет, к сожалению, сейчас даже муж является третьим лицом, для банка, вы меня поймите, поэтому сейчас давайте уже решим полностью данную проблему. А, ну, Ольга Борисовна, честно, по регламенту банка вы, конечно, не имеете права, если он уже слышит, то я не говорю, он рядом сидит, слышит. Вот. Просто, я не знаю, Ольга Борисовна, сильно об этой информации, которую он предоставил, просто говоря, не общайтесь. Нам не придется его убить? Нет. Это просто. Все, Ольга Борисовна. В таком случае, до 15.00 я вам перезвоню. Хорошо, хорошо, обязательно позвоните, да-да-да. Всего доброго. Да, до свидания. Очень жду. Всего доброго. До свидания. Алло. Ольга Борисовна, добрый день. Добрый. Это я, Андрей Юрьевич, мы с вами разговаривали. Да-да-да-да, здравствуйте, Андрей Юрьевич. Да, добралась. У нас возможность с Skype связаться уже с техническим отделом нашим непосредственно. Подскажите, пожалуйста. Ну, да, только напомните, там, что мы будем делать-то? Мы будем устанавливать двухфакторную степень защиты и, соответственно, производить верификацию у вас как клиента. То есть, соответственно, после этого кредитная заявка будет отменена, так как у отдела финансовой безопасности будут как раз-таки подтверждения того, что действительно они подали данную заявку. А что такое двухфакторная степень защиты? Двухфакторная степень защиты, да, это мы установим, подключим к вашему личному кабинету биометрию. То есть, что такое биометрия? Соответственно, система нашего банка 4SPA и пропатизированная система зафиксирует контур вашего лица, после чего к вашему личному кабинету подключим данное техническое дополнение, чтобы все операции, которые производятся через ваш личный кабинет, производились уже с подтверждением вашего лица. А зачем мне это? Я не хочу лицо светить. Что, что Ольга Борисовна? А зачем мне это? Я не хочу лицо светить, мне палец устаревает. Ольга Борисовна, вы не будете светить лицо, ваше лицо будет видеть робот, то есть, не люди поймите, роботизированная система. Так каждый раз, когда я буду входить в личный кабинет, там робот будет распознавать или как? Ну, в каком плане робот? Просто система будет фиксировать, то есть, не человек же сидит за этим, всем смотрит, правильно, просто операции будут производиться, соответственно, с подтверждением лица. Для роботизированной системы. Это не человек. получается? Это можно на телефоне, да, установить? Смотрите, это техническое дополнение устанавливается непосредственно либо же в отделении банка, либо в скайпе с техническим отделом нашего банка. Сейчас мы постановим с наливом, так как вы уже столкнулись с фактором мошенческих действий и через ваш личный кабинет мошенники сейчас производят операции, понимаете? Вы же заблокировали мне сейчас личный кабинет, там сейчас уже никто ничего не спитывает. Ольга Борисовна, ваш личный кабинет находится в замороженном состоянии, то есть, мошенники к нему все еще имеют доступ, понимаете? Подождите, замороженным и не имеет доступ или имеет доступ? Ольга Борисовна, доступ они имеют, просто что любая операция, которую они произведут, средства поступят в транзакционное поле, они им на счет, понимаете? Транзакционное поле это сейфовая ячейка банка, где сравниваются средства в период заморозки, понимаете? То есть, на данный момент, я же говорю, доступ к вашему личному кабинету они имеют, как раз таки по этому поводу. А я же поменяла, я же уже поменяла пароль и палец сменился. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!